На картоне сюжет эскифской мифологии. Это эскиз будущего панно, которое будет украшать художественный музей края. Флорентийскую мозаику соберут из цветных камней на Колыванском камнерезном заводе. Подобные работы, по словам мастеров, ценятся во всем мире. Это как бы повторение того, что было в 18 веке. Тогда же ведь Академия художеств присылала на Алтай эскизы, и по ним изготавливали все вазы, которые сейчас находятся в Эрмитаже. Сейчас эта история повторяется, но в виде флорентийской мозаики мы видим вот этот уникальный процесс. Панно «Неповторимый Алтай». Порфиры, порфириты, яшма. Мозаика раскрывает палитру алтайских камней. Его изготовили специально для библиотеки имени Шишкова на Колыванском камнерезном заводе. Маховое озеро тоже родом из Колывани. Знаменитое панно находится в зрительском фойе театра драмы. На весь край остались всего три мастера по флорентийской мозаике, и все они работают на Колыванском заводе. В свежих кадрах практически нет. Все в основном местные. Но местные, это народ, он просто выполняет механическую часть. Вся эта цветовая гамма, распадка картона, проектирование от начала до этапа, это все на плечах художенькой. То есть рабочий не разбирается в творчесном образовании. У него задача качественно подогнать детали, следующие детали. Готовить уникальных мастеров планируют в техническом вузе. В политехе хотят открыть две мастерские академии художеств. Одну по мозаике, другую по графике. Пока ни в одном учебном заведении страны не обучают техники флорентийской мозаики. В общем, очень популярная тема, которая у нас будет. Мы будем единственные в Сибири, кто делает именно флорентийскую мозаику. Потребность ее очень большая. Общественное пространство, здания или вообще просто даже уличные, может какие-то вещи, они нуждаются именно в каком-то, ну, красивых вещах, не знаю. А мозаика из камня, она очень долговечная. У нас есть к этому Колыванский камнерезный завод. Они в этом очень заинтересованы. У нас очень много заказов. Вот сейчас многие учреждения почувствовали красоту колыванского камня и заказывают эти картины. Но мастера, нужны просто мастера. Если мозаика служится, то в ближайшее время в политехе появится новая мастерская. Фактически это будет дополнительное образование длиной в два года. Идею намерена обсудить в Академии художеств и в Министерстве культуры России.